Девушки отдыхают 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 У тебя отрыв практически в 200 голосов, что не может не радовать Так, и сейчас я как на приличной теле- и кинопремии хочу взять слово Сказать спасибо моим родителям, что воспитали меня таким, моим друзьям Всем, кто голосовал за меня, ставил лайки, делал репосты Аня Ваганова, спасибо за репост Спасибо моему родному городу Солигорску за то, что дали поддержку Ребят, это классно, это приятно А сейчас смотрим начинку программы и пытаемся найти там три глагола Поехали! Ох, это Катя, как развлечься на карманные 7 рублей, покажет Катя Додеркина Отдыхай не морально, а интеллектуально Почему проводить время с умом, сейчас модно, узнаем у организаторов мозгобойни Белорусский Джастин Бибер выпускает первую пластинку Певец Никита Ходас расскажет, как собирается покорить публику и презентует новую песню 1 марта в 19.30 в рамках благодовительного марафона БРСМ Все краски жизни для тебя состоится благотворительный концерт для маленькой девочки Леры Сухаревой Все вырученные средства от мероприятия пойдут на ее лечение за границей У нас в гостях Ольга Пучинская, организатор мероприятия и Анастасия Разводовская Привет, ребят! Здравствуйте! Здравствуйте! Сразу начались вопросы, как именно появилась идея именно такой благотворительности Потому что видов ее много, собирают по-разному Почему именно вот с концертом решили? Вы знаете, это очень хороший вопрос В то время, когда я узнала о беде, которая приключилась в семье Я сразу начала думать, что я могу сделать еще, кроме того, чтобы перечислить деньги на благотворительный номер И поскольку ранее я сама пела, у меня была своя группа И я достаточно знакома с вопросами организации концертов Я решила попробовать, почему бы и нет Это премьера, скажем так Это первый раз, когда я стала организовывать концерт И, к счастью, все удалось Теперь я действительно верю в теорию шести рукопожатий Потому что люди начали откликаться И с миру по нитке Вот сейчас мы имеем то, что имеем К этому концерту нам также помогали подготовиться благотворительный фонд прикосновения к жизни Который нас связал с продюсерским центром прикосновения «Стар» Родители девочки обратились в БРСМ В котором есть благотворительный марафон «Всекраски жизни для себя» И они также откликнулись И вот все вместе мы сейчас организовываем концерт, который состоится завтра Настя, скажи, ты первый раз участвуешь в благотворительном концерте или все-таки нет? Я впервые участвую в благотворительном концерте Мне вот позвонила Ольга Она знает то, что у меня есть свои авторские песни И вот пригласила меня, чтобы я их исполнила Ольга, вот Анастасия откликнулась А как откликнулись наши остальные звезды, наши селебрити? Что сказали? Вы знаете, артист откликается хорошо Мы связывались со многими артистами Единственный момент, конечно, это плотный график, который бывает у артистов Поэтому кто-то был согласен, но просто отказал в силу того, что у человека другое мероприятие Настя, а насколько важно участие в таких вот вечерах, мероприятиях? На самом деле, если человеку на самом деле нужна помощь Это всегда приятно сделать И вот даже для нашей Лерочки нужно, как-то сказать, ей нужно помочь И мы это создаем для того, чтобы выручить какие-то деньги, чтобы у нее было все хорошо Потому что она еще такая маленькая и у нее вся жизнь еще впереди Она будет на концерте, она увидит то, что вы делаете? К сожалению, малышка сейчас только что прилетела из Швейцарии И в силу процедур, которые она прошла, ей нельзя присутствовать при большом скоплении людей Но на концерте будет присутствовать папа Дмитрий Вот, он, конечно же, будет сам А может быть, какую-то придумать трансляцию онлайн для нее специально, чтобы она увидела? Может быть, по какой-то... Я думаю, что, может быть, мы запишем концерт, когда Лера вырастет и ее вылечит Она посмотрит, сколько много людей действительно пришли ее поддержать Хорошо, а что будет еще на концерте? Вот выступления звезд наших, какие-то концертные программы, что будет? Кроме белорусских артистов, нам помогают девушки, которые организовывают благотворительную ярмарку Сам концерт начинается в 19.30 Ярмарка же начнется до концерта в 18.45 Девушки пекут свою выпечку и за пожертвование будут ее давать Также зрители будут развлекать театр, мимы, ростовые куклы У нас будет организована фотозона и будут фотографы фотографировать людей То есть все возможные развлечения ради благой цели, это, по-моему, роскошно Да Оль, Настя, спасибо большое, что вы к нам пришли И мы хотим еще раз напомнить, что завтра, в первый день весны, мы предлагаем вам стать волшебниками Посетить это замечательное мероприятие, оно состоится в ДК МТЗ, все верно? Да И сделать сказку для Леры Сухаревой реальностью Ну что, дождитесь нас после рекламы, мы расскажем, как подготовиться, провести эту зиму и встретить весну Поехали! Эд Пинкот рядом со мной, очаровательный, мистер Пинкот 2017, Саша Мамошка Ох, Аня, такие приятные комплименты, в нашей студии уже девушка, которая поменяла паспорт И теперь она официально Екатерина фон Дадеркина Привет, Катя Привет, Саша Ну рассказывай, как без дивана ты живешь? Замечательно, я рада, что пришла сюда, отогрелась у вас так тепло, потому что мое прошлое развлечение было, ух, совсем не жарким Я понимаю, что в прошлый раз ты тратила только что-то 7 рублей, да? Да, 7 рублей Ну давай посмотрим, может тебе присылали каких-то интересных вариантов Ты знаешь, да, мне послали очень много интересных идей, например, посетить кедровую бочку, на 7 рублей этого сделать не удалось Сходить в бассейн, сон на ульях, я, если честно, не знала, что такое существует А оно существует, сон на ульях? Существует, и я обязательно, Татьяна Денисковец, спасибо вам, я обязательно посплю на ульях Кажется, я знаю, кто не любит Катерину фон Дадеркину Вот мы и выяснили Так, так, так Мне кажется, какая-то профилактика хорошая, я слышу, такая процедура, такая Ну, 7 рублей не хватит, конечно Не хватит, но я проверю обязательно в ближайшее время Ну, можно в деревне у бабушки тоже попробовать Я боюсь, что там не совсем обученные Сейчас нормально, пчелы спят, можно спокойно поспать на ульях Саша, ты, наверное, уже в курсе, да, всех этих сделал? Зеркальный лабиринт, провести лотерею в соцсети на 7 рублей Кстати, мне никогда не везло в лотерею, поэтому я даже не рискнула потратить Зато тебе повезет в любви, Катя, если тебе не надо Ой, хочется верить Но это не точно Покататься в метро, сколько же можно кататься в метро на 7 рублей? Это, Оксана, глушение, спасибо 10, наверное Да, но я подумала... 14 где-то примерно Да, я не знаю Самое интересное, что никто не предложил мне уехать куда-нибудь в далекие теплые страны А я подумала, что... На 7 рублей? На 7 рублей это может быть максимум в Бобруске Да, ну, кажется, в Бобруске кто-нибудь там очень активно может дышать Зато в Бресте очень тепло, кстати, там намного теплее, чем в Минске обычно Наша постоянная рубрика «Занимательная география теплых мест Беларуси» Я подумала, что раз у нас сегодня последний день зимы, нужно воспользоваться этим реальным шансом и сделать все то, что не успела сделать за декабрь, январь и февраль Как вы думаете, что? Мне уже страшно, давайте посмотрим сюжет Такое можно увидеть только зимой Решила я и отправилась на выставку ледяных скульптур Цена вопроса 6 рублей За первые же 20 минут вы успеете восхититься мастерством творцов Сделать сотню фото на снежном фоне и заскучать Но спасением станет внезапно обнаруженная полка с книгами Но найти связь между этими томиками никто так и не смог Скоротать вечер за совместным чтением прохожие тоже отказались Пришлось выбирать более актуальное для зимы развлечения Сразу признаюсь, снеговик у нас не получился А вот ледяная крепость, построенная совместными усилиями, явно может претендовать на гордое звание произведения искусства Критики оценили Из куска глыбы сделать что-то красивое, невероятное просто При этом детишки очень рады, хотят фотографироваться Ну, масса удовольствий И пока малыши самозабвенно приобщались к моде на создание снежных шедевров Я решила слегка ускорить приближение весны Скажите, а вы можете растопить эту скульптуру, молодой человек? Я попробую Немного тает Тает? Еще один посыл, я думаю, точно, наверное, растает Но чем дольше наш герой отогревал снежную королеву, тем сильнее замерзала я Оттаять помогло сражение на подушках с постоянным зрителем пин-кодом Максимом и настоящая зимняя баталия с юной Ариной Сейчас самое время поваляться в снегу и съехать с горы на санках А уже потом можно и у костра погреться, и горячего какао выпить Поторопитесь, до окончания зимы чуть меньше зуток Мне кажется, Екатерина Фонда Деркина не смотрела в окно Потому что как бы температурно и атмосферно весна, она уже вот, уже небо в таких цветах весенних Уже как бы птички запели Ты просто вчера не смотрел в окно, Саша Вчера был еще снег и холод Мне кажется, что все-таки не было снега и холода, Кась Мне кажется, ты что-то придумала Наколдовала Где ты нашла снег, мне кажется? Я тебе расскажу, где я нашла снег, Саша? Где ты нашла снег? К самой северной точке Вот здесь Так Это минутка, познавательная минутка от Катерины Фонда Деркиной Без комментариев, я не понимаю, что происходит Нам это, наверное, сейчас уже не нужно, потому что я позаботилась Потому что, во-первых, размер не подойдет Это раз Саша, да, тебе не подойдет Прости, я позаботилась о вас Поэтому сейчас не придется нам потрошить вот эти вот памперсы Катя, скажи, зачем? Затем, что именно там находится вещество, которое легко превращается в панперс И я предлагаю прямо сейчас добавить в нашу студию немножко зимы И позвать их санитара Кась, а как ты об этом узнала, что вот, если это сделать? Ты можешь стать... Ты опытным путем это сделала? Нет, я предлагаю Саше это сделать Вот себе вода Нужно налить вот эту вот красоту водой А оно сильно бахнет, да? А ты проверяй, проверяй, Саша Я же не проверяла на себе Я просто узнала, что это можно сделать А вот... Ну, запомните меня таким молодым, красивым и мистером Пинкодом Не торопись, не торопись, главное Ну-ка, ну-ка Тихо, 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 не торопись Сейчас он смешается и превратится в настоящую снежную глыбу Помешает там чем-нибудь Вон тебе ложечка лежит Так, тихо, растет Растет Подождите, растет, растет, что-то происходит? Добавляй, добавляй еще Так, ну какое-то... Похоже на соль, по-моему Это не снег Снег, снег, снег Ты просто недостаточно воды налил Говорится, просто добавь воды Это скорее на лед, похоже Лед, снег Размешай ложечкой И можешь высыпать прямо на наш соль А потом нам эта ложечка, судя по всему, пригодится Поэтому лучше не размешивать А прям высыпать, да? Прям высыпай Снег, давай уже зиму добавлять Ты же ругаешься А, вот так, Саша Ты не умеешь делать снег Супер Это действительно лед Оно тут, наверное, затвердело, замерзло Я не хочу это трогать руками Катя, спасибо, это класс Так, ладно, Саша Я тебя потом научу пользоваться снегом Слушай, ну на самом деле Снежная погода, хорошая морозная зима Это круто Я бы переобщился к такими развлечениям Даже если не бюджетные Ну на самом деле Единственный нюанс После таких развлечений Очень хочется греться Очень хочется укутаться в теплый плед Налить себе кучу какао И просто пить его весь вечер Кто-то наливает себе чашку какао Катя, до дырки наливает себе кучу какао Литр какао я наливаю себе И так? Да, предлагаю тебе Сейчас и один рецепт Не какао А чико же? От того Чего меня учила одна из зрительниц Которая была вместе со мной на этом отдыхе Оказывается, что имбирный чай Это самое настоящее идеальное средство И для иммунитета И для вечеров Так, хорошо, разговор это классно Ну давай, делай Берешь Почему я должна делать? Саша, кто из нас мужчина в концерн? Я мистер Пинкот, я сегодня отдыхаю Ладно Герой, девочки и так далее Ну что ж Берем много-много имбиря Много-много имбиря Много-много имбиря Мне так как-то некомфорт Вот здесь вот мы готовы Много-много Весь имбирь, Катя? Сколько не пожалеешь? Ты же, Саша, мистер Пинкот Много лимона, много имбиря Вся эта красота отправляется в чашки Заваривает Это немного имбиря, Аня Не жалей, Аня Ты же мистер Пинкот готовишь сейчас Простите То есть так приятно, когда кто-то о тебе заботится Кто-то старается Да, много-много имбиря Много-много меда И всю вот эту вот радость Нужно выпивать После всех зимних развлечений Которые, может быть, кому-то еще удастся Попробовать на себе сейчас Я думаю, Катя, ты можешь готовить чай нам И приготовить еще чашечку Для нашего следующего О, Карл Ты меня эксплуатируешь, Саша? На студии появляется Очаровательный певец Никита Ходас Никита, заходи Пробуй сейчас Катя Дудеркина сделает себе чай И рассказывай Как ты планируешь провести Последний день зимы Кроме нашего эфира, естественно Я с друзьями, наверное С друзьями С друзьями? И с чаем Да, и с чаем обязательно Мне кажется, обязательно надо попробовать Пробуй Я готов, можно уже? Пробуй, да Я готов Так Они пробуют чай Опасный момент Имбир же есть можно, правильно? Имбирник, да? Имбирник, а только Катя мне пожалела имбиря И его здесь вообще нет Так, ладно, я вижу, что У меня его капец много Я еще ради Никиты все сделала Конверты, как правило, у нас наполнены Денежкой для Кати Дудеркиной Никита, как ты предполагаешь, какая там сумма будет И что будет делать Катя Дудеркина? Я надеюсь, что вам повезет Что там будет много денег А ты там хоть проверяли до того, как есть там что-нибудь ценное? Какой конверт выбирать? Знаешь что, Никита, главное не перепутать Вот как сделали на Оскаре Главное, чтобы не было такого Потому что Катя Дудеркина у нас, конечно, не Эмма стул Но тем не менее Давайте мне уже конверты Я уже хочу выбрать Я говорю именно об этом Я уже хочу выбрать себе какую-нибудь Так, Катя Дудеркина тянет конверт Посоветуйте, кто-нибудь, что-нибудь Аня, кто-нибудь Я не знаю, розовый бери Красный, зеленый, желтый Розовый, да Как всегда, традиционно, розовый мне везет Розовый и... Так, ну что, Никита Если что, я буду драться С Богом Вау Вау Так Опа 70 рублей Кать Приходите к нам еще, Никита, пожалуйста Вот так судьба стучится в дверь Кати Дудеркина У нее 70 рублей на развлечения А я тут уже фразу придумала Ну, иди, мучайся Вот опять там на 7-10 рублей Как можно так... Я еще и на 70 копеек отдыхала недавно 7-10, а сразу на 70 рублей Да Кать, ну что, отправляем тебя в путь Ищи идеи Да, спасибо Пейте чай и не замерзайте Может быть, вам еще повезет Увидеть так же снег, как и я Поэтому удачи На 70 рублей я бы отдохнул, в принципе Я нашел бы как-то здесь Я тоже отдохну Спасибо, Никита, за деньги Приходите к нам с ними еще раз Что ж, мы общаемся с Никитой Ходосом Потому что у него вот-вот уже Выходит новый альбом Между прочим, секундочку Анна Ваганова Да Никит, скажи, пожалуйста Как изменилась твоя жизнь После Евровидения 2017 Ну, отборочного финала Ну, она изменилась Но не глобально Я... Ну, меня как бы не встречают люди Там, ой, это Никита Ходос Нет, все так же Просто Сейчас, что ли Немного больше перспектив Вот Я решил заняться альбом Делать продукт Чтобы можно было себя куда-то презентовать Для того, чтобы Показать, что такое есть Вот А продюсер у тебя появился? Нет Так, друзья Кто возьмет Никиту Ходоса на продюсирование? Обращайтесь, пишите нам Макаренко-9 В сентябанецкий ящик Да, можно, в принципе, нам просто В группу пин-код, правда? Почему бы нет? А поклонниц у тебя больше стало? Рассказывай правду Вот проснулся с утра знаменитым Написали делать Нет, вот был один день Вот в день финала Я пришел домой Немножко был удивлен Он зашел в этот контакт Зашел в свою комнату Там было 20 девочек? Нет Вот Было много там заявок в друзья Сообщений Ну, где меня поздравляли Хвалили Было очень приятно, что Кто-то меня услышал Ну, мое творчество Ну, и это радует Очень приятно Может, ты планируешь взять себе Псидоним каком? Знаешь, что модно вроде Например, как мамочка офишал Вот мне говорят, что У меня вообще есть типа кличка Ну, не кличка Ходос Моя фамилия Ходос А кличка Ходос Никита Ходос Да, Ходос Нет, ну Ходос, мне кажется, как-то получше звучит Мне кажется, что все хорошо Пускай Никита выбирает Главное, чтобы Никита хорошо звучит Нет, ну, псевдонимы, я думаю, мы брать не будем Ходос, Никита Ходос Давай к альбому Когда появилась идея? После Евровидения? Или ты давно вынашиваешь идею Именно своего сольника? Ой, у меня просто появилась команда Вот, мой педагог У меня появился педагог по английскому Я очень ей благодарен И вот она меня натолкнула на идею Что нужно, Никита, сделать тебе альбомчик Такой сразу Неплохой И я вот как-то заехал к ней в гости Позаниматься английским И она такая Никита, ты хочешь сделать музыку? Да, типа того И вот мы как-то Она мне помогла с текстом Написала текст Наталья Овсянка Благодарство ей Вообще от души Вот И мы как-то спонтанно И у меня была с собой гитара Я взял гитару И все как-то так Хоп-хоп И само по себе склалось, наверное Скажи, пожалуйста Твой менеджер говорит Что ты хочешь быть Белорусским Джастином Тимберлейком Точнее, Бибером Прости, я их иногда путаю Вот, собственно, наша постоянная рубрика Интересные факты о том Что путает Аня Ваган Ну Вообще Мне очень приятно было Ну, вообще приятно Если мое творчество с кем-то сравнивать Тем более с такими артистами Как вот Тимберлейк И Бибер Это Это неплохо Но Я хотел бы Быть лично личностью Чтобы говорили Чтобы люди хотели быть таким, как я Да, а не чтобы я был как кто-то Вот Думаю Вот это важнее На что ты готов ради славы? Вот, например Чай выпить Который тебе Катя Додеркина Приготовила Готов? Я его готов просто выпить Не ради славы А ради славы Вот Блин, это на самом деле Сложный вопрос Я вот буду сейчас говорить честно Руку на свист Что ой Мне важна слава Да, но слава Это Это хорошо Но это не хорошо Это хорошо, когда тебя узнают люди Ну и лично твое творчество Они за это тебя любят Там и так далее Приходят на твои концерты Я буду рад Оставить какой-то след Чтобы помнили Что был такой Никита Ходос Но на это я там не пойду Чтоб кого-то там Ну мы поняли друг друга, да? Я просто непрофессионально Вот У меня Ладно, Никита Иди готовься В конце программы Друзья, вы услышите Новую композицию Никиты Ходоса Вот так вот Ну а пока мы должны Подойти к нашему Недельному интерактиву Точнее, не к недельному А ежедневному Сегодня он звучит так Присылайте свои вопросы Для мозгобойни То есть вопрос На который Ответ нельзя так просто найти В интернете Или в книжке Вопрос Над которым нужно подумать И Анна Ваганова зачитывает Алена Гуминская Прислала с чего Начинается Родина Анна Никитина прислала Почему у слона Хобот есть А у собаки нет Ты знаешь, мне это И риторические, кажется Все-таки вопросы А вот интересно Почему кинологи Занимаются не кино А собаками, а? Вот это вот вопрос Почему девушки Стали сильнее мужчин Таким вопросом Интересуется Маргарита Снапко Так Эрик Яцкевич присылает Где нос Волан-де-Морта Я думаю, что если прочитать Все книги о Гарри Поттере На этот вопрос Можно все-таки Дать ответ Я могу долго объяснять Но это долго Действительно Зачем мы зеваем Диана Швархалева Прислала И следующий вопрос Тоже от нее Кто был последним Общим предком Ой-ой-ой Это уже такое Прям вопрос на знание Вероника Подубская Почему цветы пахнут? Ну, это можно найти В интернете без вопросов Как найти площадь Ленина Настя Волк? Надо длину Ленина На ширину Ленина умножить Вот, собственно, так и находится Площадь Ленина Сколько ресничек У всех людей на земле Я думаю, что мы будем считать Если этот вопрос сделаем Почему мы падаем во сне? Виктория Грыцель Вот мне этот вопрос Всегда интересен Ты как бы летишь, летишь Такой пау И проснулся Вот это я понимаю А знаешь, есть ли такое еще чувство Когда ты засыпаешь Так, как будто ты куда-то проваливаешься Так страшно-страшно Вот тоже интересно Но мы все равно С тобой не получим приз Поэтому Давай читать, что дальше Виталина Барминова Интересуется Когда два сердца соединились Что это? Ангелина, полтора Где пульт? Просто такой хороший вопрос Где же этот самый пульт? Откуда происходит фраза Дело в шляпе? А я, если честно, знаю Ответ на этот вопрос И? Я могу рассказать Расскажи В средневековье Были гонцы Которые доставляли почту И самые важные документы Они складывали себе в шляпу Чтобы не нашли разбойники Если вдруг Когда человек Что-то произойдет И отсюда пошло выражение Все дело в шляпе Водка Виктория Грыцель снова Что считают овцы Чтобы заснуть? Ну, людей Это же очевидно По-моему Мне кажется, это все знают Саш, я знаю, что ты подготовил Тоже для меня много Каверзных вопросов Собственно, да Почему 9 из 10 людей правши А Саша Мамошка левша? Потому что Саша Мамошка Мистер Пинко 2017 Идеальные подводки просто Присаживайся На этот вопрос Ты знаешь, на некоторые вопросы Не могут ответить даже ученые Зато я знаю людей Которые придумывают Каверзные вопросы И создали целый бизнес На нем И собирают тысячи белорусов За одним столом Представляешь? И это, знакомьтесь Александр Ханин И Катерина Максимова Организаторы Самой масштабной Интеллектуальной игры В СНГ Мазгобойня Ребята, привет Всем привет Ну и сразу, да Для разминочки набросим Да, поехали Какой материал синтезировал В этот день Химик Уоллес Корозерс В 1935 году? В этот день Синтезировал Так давно Материал В 1935 год Материал Синтезировал Синтезировал Значит, это синтетика какая-то Ага, смотри, логика есть Ну-ка Ну, капрон был после Я вспомнил, даже такой был вопрос Нейлон, может быть? Капрон, это нитки Нитки были до этого Так, смотри, думай Вот это я понимаю, командир Вы все, вы отвечаете, все Нейлон Нейлон, правильно Я сейчас в шоке Они знали Это подстава какая-то Ну, конечно В пузяке много нейлона, кстати Там такие Форму, которая поддерживает Подклад Но какие вопросы придумал Саша Мамошка Еще для наших гостей Мы узнаем сразу После небольшой рекламы И это прямой эфир проекта Пинкод На телеканале Беларусь 2 Два раза в месяц Во всех городах страны Становится тихо И немноголюдно Причина тому Мозгобойня Играть для веселых Находчивых И, конечно же, подкованных И умных Почему большинство молодежи Променяло онлайн-игры На живые споры В многолюдных кафе Сейчас мы узнаем У создателей мозгобойни Ребята Саша, Катя Что есть мозгобойня? Звучит очень страшно Как бьют мозги Бьются мозгами Да нет, это совершенно не страшно Может быть, звучит провокационно, конечно Но тема интереснее Мозгобойня всегда Это очень энергично Весело и дружелюбно Мозгобойня Это повод встретиться с друзьями То есть, с одной стороны Это, конечно, игра Там задаются вопросы Там получаются ответы Над ними думают В первую очередь Люди общаются То есть, это командная игра Сколько человек в команде? Абсолютно нет ограничений Ну, так вот Из опыта Как люди собираются От 4 до 12 где-то До 12? А в одной команде? Завтра Как футбольная команда А вы всех берете? Или там, допустим Каких-нибудь очень умных Академиков Остроумных, как некоторые говорят Тоже берете? Играют все От мал до великой Разных возрастов Разных профессий Разных интересов Абсолютно все Я просто знаю, что В другой классической интеллектуальной игре Команда состоит из 6 человек У каждого есть своя функция Есть капитан, есть там том быстрого доступа А когда 12 Как это вообще можно организоваться? Вот в том и дело Видите, ведь люди приходят Не только поиграть Чтобы там что-то добиться А просто пообщаться друг с другом Поэтому вот позвал коллег Кстати, вот Мы им призем обязательно Мы обязательно Классно Зовут коллег, зовут друзей Сколько набралось, столько и пришли В 12-ром иногда бывает сложно договориться Другой Да, очень сложно Выпределенная версия, я думаю Вчера у нас играла команда Называлась на 11-й бэй Их сидело около 10-11 человек за столом Ну, это был класс Это были действительно доклассники Ну вот, а с чего начиналась игра? Что было первым и что есть сегодня? Что было тогда и что есть сейчас? Мы просто встретились с друзьями С этого все и началось Позвали своих друзей Сидим что-то Так, ну что изобрел Оля Скорозер В 35-м году Как мы сняли Нет, конечно же мы задумали все это изначально Именно вот как игру Но позвали только своих друзей Ну потому что больше как бы некого Ну надо же на ком-то протестировать Абсолютно Кого-то обратить в качестве жертв Ну и как оказалось понравилось Люди позвали друзья своих друзей И понеслось, понеслось То есть тогда это было там пару десятков человек Сегодня это в одном Минске где-то 3,5 тысячи А в шести странах, где мы уже есть Это... Много Боюсь даже представить сколько А скажите, не тяжело ли вам придумывать вопрос? Вот сколько раз уже проводится игра И где-то надо постоянно находить новые Как вы это делаете? Это стало нашим стилем жизни Это не тяжело Мы просто каждый день об этом думаем Об этом говорим И все фиксируем все, что приходит в голову Интересный факт Благо я по образованию журналист Коллега в общем-то ваш И образ жизни, пытливый ум Он не дает расслабиться То есть не сидишь, не работаешь Там с 9 до 17 тысяч вопросов А просто смотришь вокруг по сторонам Что-то интересное намечается Хорошо, так Ну как бы с содержанием игры разобрались А вот что с формой? Как устроено? Сколько туров? Сколько чего? Какие есть вариации испытаний, конкурсов? Мозгобойни это такая классическая база 7 туров по 7 вопросов Тематических игр у нас нет Зато у нас все вопросы отличаются по темам между собой Причем есть некоторые отличия по фактуре Есть вопросы картиночные, когда мы смотрим на экран и отгадываем то, что там изображено Есть вопросы музыкальные, когда мы слушаем и угадываем, кто автор этого произведения А показатель, например, чьи это глаза, а там Джаконда Ну, вроде того, кстати, классная идея Ну, это уже свеченный вопрос, Блит, потому что нас смотрят со стороны, они будут знать Через годик забудется Вот ребята думают настолько на перспективу Вопросы на через год То есть на 28 февраля 2018 года у ребят есть ли один вопрос? Именно так и есть Так что запоминайте Абсолютно так и есть Сегодня мы придумали один вопрос и сразу понимаем, что из него можно сделать еще два И сразу отложили там на январь 2018 года, на декабрь 2019 года В каждом событии куча-куча всякого интересного И невозможно только об одном чем-то спросить Говорят, что во время игры запрещено пользоваться электронными средствами связи Как вы за этим следите? Это гаджеты Спасибо большое Мы с ним ничего не делаем То есть как бы это на совести игроков Ну, смотрите, вот ты пришел, подсмотрел ответ, не знаю, вышел в туалет, подсмотрел или как-то под столом, у тебя получилось узнать ответ Ты его написал Мозгомоние это эмоция в первую очередь Положительная она, отрицательная, неважно Но если ты подсмотрел ответ, написал его, у тебя никаких эмоций, ну, я не знаю, больной человек должен быть, чтобы у него были эмоции после этого Если человек хочет испортить себе вечер, ну, поздай, пожалуй Отличный выбор каждого, мы не можем, мы не в праве ничего не можем Мы с Аней не хотим портить эфир Ребят, я знаю, что вы подготовили для нас вопросы Давайте сыграем мозговую ню Давайте Мне правда очень страшно, Саша Да ладно, не бойся, что там будет-то? Ну, вот видишь, один вопрос я знала Дело в шляпе, понимаешь, мне это немножко радует Поехали, готовы? Да, готовы Поехали Французская полиция начала обучать специальному приемам орлов Такая крайняя мера вызвана увеличением вероятности использования террористов Против дронов, я знаю ответ Вау, молодец Ничего себе Да Правильно Ну, то есть Орлы дроноловы, да Дроноловы Все так оно и есть Хорошо Давай я прочитаю Давай Я же как бы ведущий там на разговоре Давай, давай, здесь я ведущий Все, понял В начале прошлого века один житель Лондона был оштрафован за нарушение общественного порядка всего лишь за одно слово И сказал он его полицейской собаке Фас Фу Голос Еще вариант Апорт Слишком просто Это команда была какая-то? Нет Это провокация была Провокация Кличку назвал, возможно Может подсказку какую-нибудь Давайте Сегодня на интерактиве был интересный вопрос Почему собаки гахают, а коты нет? Что? Мяу сказал? Вот так Слушайте, класс Давайте третий вопрос Давай третий вопрос Чего не хватает на этой картинке? Чего не хватает? Пизанская башня Какой ты умный Мамушка-то не умный Не зря, не зря, друзья, мистер пин-код Ну Слушайте, класс Я вспомнил молодость, когда был капитаном школьной команды по другой интеллектуальной игре То есть нормально все получится у тебя, муссг? Да, я думаю, да. Так, я думаю, можно выбрать победителя интерактива. По крайней мере, посмотреть варианты, что у нас есть на текущий момент. Давай я тебе помогу. Да. Саш, подожди, я сейчас прошу такой вопрос. Вот, ты видел изумруд, который мы разыгрываем в интерактиве? На что ты готов ради своей любимой? Ради такого изумруда? В один карат, между прочим. В пуляцию воском точно не готов. Никто не готов, на самом деле, никто. Я готов съездить на Южный полюс. Так, все, готово. Я думаю, что мы можем вырезать это из эфира и вставить в интерактив. Договорились, договорились. Но это не только хорошо, знаешь ли, для его любимой, но и для Саши тоже, между прочим. Итак, идем дальше. Галина Гордеичек. В чем измеряется мамина любовь? В борщах. Катя Шедловская. Когда от меня отстанет мой сосед по партии? Виктор Давидов. Откуда происходит... Никогда. А, это мы уже читали. Как попасть в Хогвартс? Ребята, читайте книгу и обязательно узнаете ответ на этот вопрос. Ирина Опенкина прислала. Что нужно, чтобы выиграть у пин-кода? Участвовать в каждом нашем интерактиве. Повезет. Или дружить с режиссером. Виктория Сушко. Где найти клад? Нет, мне нравится вопрос, чем от Ангелины Полторак. Чем кроссовер отличается от внедорожника? Вот это хороший вопрос. Размером, наверное, все-таки. Ну, возможно. Так, ну что, давайте посмотрим, посмотрим, что мы можем в итоге выбрать. Ребят, что вам понравилось? Есть один фаворит у нас. Может, обновим и посмотрим, что... Давай. Опаньки. Пока мой фаворит личный, это вопрос, где пульт. Он, опять же, возвращаясь к эмоциям, этот вопрос вызвал везде в студии просто такое жуткое оживление. Просто потому что где пульт? Отклаживай. Таня Сдончик спрашивает, как поделить пять яблок на три человека? Ребят, может, у вас есть какой-то дельный совет? Пять на три как поделить? Сок сделать. Вот это пюрешко. Пюрешко. Виталина Барминова спрашивает, чем отличается рыбак зимой от рыбака летом? Мне кажется, одежда он отличается. Сто процентов. Вероника Поддубская, кто придумал первое в мире слово? Ребята, есть варианты ответа? Пожалуй, это был человек. Это логично. Это был тот, у которого отобрали три яблока. Отобрали пульт. Или первый вопрос был, где пульт? Ребят, какой вопрос из этих подходит для мозгобойника? Где пульт, он самый классный, но он не подходит для мозгобойника. Мне кажется, для мозгобойника больше подходит отличие между внедорожниками и кроссовером. То есть из этого что-то можно сделать. Рита Корнеевич, давайте еще парочку, раз мы пока не можем определиться. Что будет, если отксерокопировать зеркало? Мне кажется, там такой коридор зеркальный должен открыться. Он называется как-то чумным словом каким-то. Ну, мы его не знаем. Алина Боровая спрашивает, чем отличается правый шнурок от левого? А мне кажется, ничем. Правый грязнее обычно. Да, почему? Правый ногой вечно куда-нибудь. Это то, естественно. Это точно, футболисты пинают, правда. Как найти площадь Ленина? Это уже было. Вот мне нравится вопрос Анастасия Курклинская. Бессмысленно ли осмысливать смысл бессмысленными мыслями? Ух ты, это звучит как тренировка ведущего перед эфиром. Скороговорка. Кроссовер-внедорожник. Все? Кроссовер-внедорожник. Класс. Это победитель. Итак, это был вопрос. Сейчас я найду. Ангелина Полторак получает сегодня у нас что, Саша? Сертификат в парк чудес Эврикум в развлекательный музей. Собственно, ребята, Саша, Катя, было очень круто. Я думаю, что мы перейдем обязательно. Когда следующая игра? Вот, собственно, сейчас разгар игр. Сегодня, завтра, послезавтра в трех ресторанах города. А через неделю? А через неделю, через две. С 13 по 16 марта. Приходите все. Все. Саша, Катя, зовите всех на мозгобойню. Хопненький. Так, ну что, а у нас сейчас Никита Хода со своим потрясающим треком. Друзья, я слышал это на репетиции перед эфиром, и это просто богоподобно. Никита Ходас в студии проекта «Пинкод». Поехали. Аплодисменты? Аплодисменты, конечно. И запускается песня Никиты Ходаса. Никита волнуется. Но эта история начинается как здесь. Субтитры создавал DimaTorzok И сейчас должно быть. Да, да, да. Субтитры создавал DimaTorzok Саша, Катя и Никита. Новые словы в музыке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Никита Ходас. Это лучше, чем Джастик Гибер. Аня Ваганова, Саша Мамошка. Сразу после нашей программы смотрите проект «Мой город». Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok